Это прекрасный фокус под названием «Что дальше?». Смотрите внимательно. Вы не поверите, но у этой карты на самом деле четыре стороны. Первая сторона — бубновая единица. Вторая сторона — бубновая четвёрка. Третья сторона — бубновая тройка. И, наконец, четвёртая сторона — бубновая шестёрка. Обратим внимание на саму карту. На одной стороне у неё два бубновых ромбика. На другой стороне — пять ромбиков. Показывая первую сторону карты, прикрываем верхний бубновый ромбик пальцем. У нас остаётся один ромб в центре карты. То есть получается карта достоинством единица. С другой стороны на карте четыре бубновых ромбика. Я закрываю один из них пальцем таким образом, что получается четвёрка. Таким образом у нас получилась единица и четвёрка. Вернёмся на первую сторону. Закрываем указательным пальцем то место, где предположительно должен находиться третий бубновый ромбик. Так что у зрителей создаётся впечатление, будто мы демонстрируем тройку. В заключение переворачиваем карту на вторую сторону и закрываем указательным пальцем то место, где должен находиться шестой бубновый ромбик. Повторю всю последовательность ещё раз. Показываю единицу, затем четвёрку, затем тройку и, наконец, шестёрку. Это был фокус под названием «Что дальше?». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!